Списание денег, да, то, что было перечислено в Совкомбанк. Это Александр Фролов, 55-го года рождения. С его счета исписали те самые 56 тысяч рублей. По его версии, в этом виноваты приставы, которым, по решению суда, несколько лет назад было вынесено постановление на арест счета. А когда своим адвокатом-доверителем пришли смотреть дело, это оказался совершенно другой человек. Одна фамилия, с поселка Окташ, Альмитинского района. Потом я позвонил в Совкомбанк. У меня в Совкомбанке говорят, что вы никогда не являлись нашим клиентом. А вот настоящий заемщик. Это уже Александр Фролов, 73-го года рождения, который действительно брал кредит в Совкомбанке, но, по словам, успешно его погасил. Оплачивали ему через кассу или у вас удержания производились? Через кассу мы, я уплачиваю. Через кассу? Да. Сейчас истец требует от банка возмещения морального ущерба в размере 50 тысяч рублей за то, что испытал серьёзный стресс, из-за чего часто уходил на больничный. А также вернуть снятые 56 тысяч рублей, но с процентами. Какие же проценты? 24,9 процента. Они же пользуются моими деньгами? Севраля месяца. Севраля месяца. Опросить представителей банка на судебном слушании не получилось. Они его не посещают. Поэтому для разбирательства суду нужно изучить ещё несколько документов. Распределить время доказывания, обязательства предоставить доказательства, подтверждающие удержание денежных средств из-за его заработной платы. Ваши документы, которые вы сказали. А также обязательств третье лицо, не заявляющее самостоятельное требование, Мефролог Александр Николаевич, предоставить квитанцию по выплате задолженности по кредитному договору после ОАО ППБ Совкомбан. Второе слушание по этому делу пока осталось без решения. Следующее заседание перенесено на 14 июня. Александр Комаров, Евгений Лазаев, Новости НТР.